9.06. Точечная Петербургская. Это утро в Петербурге. Оно продолжается. Михаил Спичко, Дарина Шарова. Мы делаем все, чтобы вы проснулись с улыбкой. У нас для вас прекрасные новости. Он достает из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте. Он гражданин Советского Союза. Завтра литературный мир отметит 130-летие со дня рождения Владимира Маяковского. При параде праздник встретит и памятник, установленный поэту, в самом сердце нашего любимого города. Подозреваю, что на улице Маяковского. Ну, думаю, что не без этого. Вот сейчас это подтвердит нам наша коллега Лигия Белянская. Она выходит на прямую связь со студией. Лика, привет. Доброе-доброе тебе утро еще раз. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. Действительно, уже начали готовиться к юбилею. Прямо сейчас будет преображаться памятник. Ждут только автовышку. Немного неосведомленные фанаты уже поздравляют с днем рождения, с его любимого поэта. Но написали, правда, 120 лет. Конечно, 130 исполняется со дня его рождения. Дело не только в чистоте и в красоте. Для чего вообще моют памятники? Это профилактический этап реставрации. Такой уход позволяет им намного дольше не разрушаться. Практически в четыре раза увеличивается срок службы от реставрации к реставрации. Работы проводит служба по текущему ходу за памятниками Государственного музея городской скульптуры. Вообще, на монументы, которые установлены в городе, очень сильно влияют неблагополучная экологическая обстановка. Это пыль, грязь, выхлопные газы, вибрации от проезжающих машин. Все это разрушает материал. Здесь у нас бюст выполнен из розового гранита. И вот уже моющая установка. Но не так все просто. Не прямо сейчас начнут его мыть. Сначала проведут осмотр скульптуры. Какие-то проблемные места зафиксируют на фотографии. Возьмут пробы с поверхности. Их будут исследовать в специальных установках. И уже затем нанесется моющий состав. Щетками, водой все это смоется. И затем осушат и нанесут восковой слой. Ну и немного про сам памятник. Его высота почти 3,5 метра. Каменный поэт гордо смотрит на город серьезно и строго. Его взгляд устремлен в сторону названной действительно в честь его улицы. И его имя носит не только улица, но и также библиотека и ближайшая станция метро. Большое спасибо Владимиру Бухеннику. Но свой неповторимый стиль был, конечно, и у Владимира Маяковского. Завтра литературный мир отметит 130-летие со дня рождения. Поэтому при параде праздник встретят и памятник. Конечно же, поэт, установленный в самом центре Петербурга. Как его моют, сейчас увидим. На связи Лигия Белянская. Лига. Доброе утро, коллеги. Действительно, прямо на наших глазах памятник преображается. Летает пыль, грязь. Слышите, какой шум? Это работает моющая установка. Всю пыль, грязь смоют. Сейчас вот пока только водой ждем автовышку. Потом нанесется моющий состав. Щетками все хорошенечко отдраят. Затем памятник будут высушивать. И нанесут обвозком, чтобы укрепить поверхность. Потому что экологическая обстановка в городе не самая благоприятная. Остается на нем пыль, грязь. Все это, конечно, разрушает материал. Вот такой мощный душ. Профилактический этап реставрации. Так, немножко мы уже попадаем под дождь. Потом с поверхности памятника возьмут пробы. Их также проанализируют в специальных лабораториях, чтобы тщательно отследить состояние памятника. Если вдруг ему нужна реставрация, чтобы все это было сделано вовремя. Вот, готовится к юбилею. А мы отправимся дальше к Лермонтову. Да, Олег, спасибо тебе большое. Спасибо.